Федеральный закон, вступивший в силу 1 сентября, предусматривает возможность оформления не только самого гаража, но и бесплатное предоставление земельного участка под гаражом. Важные условия амнистии распространяются на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Для оформления собственности по гаражной амнистии гараж должен быть капитальным строением, то есть иметь фундамент. О других основных условиях для оформления собственности по гаражной амнистии рассказывает заместитель руководителя управления Росреестра по ТУВЕ Елена Белявская. Закон распространяется на гаражи, которые были построены до введения в действие в силу градостроительного кодекса. Это до 30 декабря 2004 года. Гараж не должен быть самовольной постройкой, то есть в отношении гаража судом не принято решение о признании самовольной постройкой. И органам местного самовольнения также такие решения не принимались. И в отношении земельного участка были в свое время в советский период, либо в 90-е годы принято решение о предоставлении земли, либо имеются подтверждающие документы о подключении гаража к соответствующим коммунальным сетям, включая электрические. Гаражи в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, также подземные гаражи под амнистию не подпадают. На брифинге сообщили и о других критериях, когда объект не подлежит гаражной амнистии. Если гаражи созданы для промышленного, производственного, коммерческого использования, в отношении них гаражная амнистия не действует. В отношении гаражей, которые расположены на индивидуальных участках, предоставленных для жилищного строительства, тоже не действует. И в отношении гаражей, которые располагаются на территории многоквартирных домов, тоже этот закон не применяется. Для оформления прав на гараж и земельный участок в Кызыле необходимо обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений республики. А если гараж располагается в районе, то в местную администрацию. Обязательно в заявлении должно быть указано, что гараж построен до 31 декабря 2004 года. Плюс необходимо найти у себя все старые имеющиеся документы. Это справки о выплате паевого взноса, членская книжка, договора о подключении к электрическим сетям, любые справки БТИ, договора о купле-продаже до 2004 года. Плюс, если у вас умер какой-то родственник и вы не успели оформить наследство, то тоже можете обратиться в уполномоченные органы. Поскольку федеральным законом дано право регионам устанавливать дополнительные документы, мы установили в целях упрощения и оформления прав граждан. Если вы никаких документов не нашли, то достаточно представить приходный кассовый ордер, либо какие-то документы об оплате за электроэнергию до 2004 года. Этих документов достаточно для оформления и реализации права по гаражам нести. Министерством земельных и имущественных отношений региона был разработан проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о земле. В части условий предоставления земельных участков, на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и документа, дающего право на предоставление земельного участка бесплатно. Проект рассмотрен и принят Верховным хуралом республики. За справками и консультациями можно обращаться в Министерство земельных и имущественных отношений Тувы по адресу улица Калинина, 1Б, 3 этаж.